Возволение Всевышнего Аллаху спонтала продолжаем серию уроков под названием «Куль хази и сабили, скажи, это мой путь». Эти уроки, как мы говорили, не раз представляют собой толкование одного из последних аятов из суры Юсуф. Всевышний Аллах спонтала говорит в суре Юсуф «Куль хази и сабили, ад'у иля Аллахи аля басиратин, ана ва мани таба ани, ва субахан Аллахи, ва ма ана мин аль мушрикин». «Скажи, это мой путь, я и мои последователи призываем к Аллаху. На основе знаний, причисто Аллах и я не являюсь одним из многобожников». И мы, Баракулуфикум, в несколько уроках уже говорим о словах Всевышнего Аллаху спонтала, «Адру иля Аллах, я призываю к Аллаху». «Адру иля Аллах, я призываю к Аллаху». И мы говорили, Баракулуфикум, что в этих словах указания на то, чем занимались пророки. Ведь Всевышний Аллах спонтала говорит, сказал, «Куль скажи, Всевышний Аллах сказал, куль скажи, хази и сабили, это мой путь». Здесь возникает вопрос, какой мой путь, то есть в чем заключался путь. Путь пророка Мухаммада, салаллаху алейхи васалям, Всевышний Аллах сказал, «Адру иля Аллах, я призываю к Аллаху». То есть путь пророка Мухаммада, салаллаху алейхи васалям, как и путь всех других пророков до него, был призыв Всевышнему Аллах спонталя, а более конкретно призыв к тому, что поклонение достоин только один Всевышний Аллах, субханаху вата'аля. И мы говорили на прошлых уроках о Нухе, алейхи васалям, говорили о Мусе, алейхи васалям, говорили об Ибрагиме, алейхи васалям, о Юсуфе, алейхи васалям. И сегодня, или на прошлом уроке мы начали, или же на позапрошлом разговор о нашем пророке, о Мухаммаде, салаллаху алейхи васалям. Мы подробно говорили о том, чем занимался наш пророк Мухаммад, салаллаху алейхи васалям, в Мекке и сказали, его призыв был основан на призыв к тому, что один Всевышний Аллах достоин поклонения Баракулуфикум, то есть все 13 лет пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям призывал к единству Аллаха в поклонении. На прошлом же уроке мы начали говорить о том, чем занимался пророк саллаллаху алейхи вассалям после его переселения в Медину, после его переселения в Медину Баракулуфикум. После переселения в Медину пророк саллаллаху алейхи вассалям также продолжал свой призыв к тому, что один Всевышний Аллах достоин поклонения то есть как в Мекке, так и в Медине пророк саллаллаху алейхи вассалям призывал к этому основному постулату это поклонение одному Всевышнему Аллах. То есть не просто он пришел к Курашитам и сказал поклоняйтесь Аллаху Нет, он об этом Курасшитам не говорил, потому что Курасшиты и без этого поклонялись Всевышнему Аллаху, Субхану Атали. И доводов тому огромное множество. Приведем один из доводов. Умар ибн Хаттаб однажды пришел к пророку, саллаллаху, алейхи и салям, и сказал, ну, посланник Аллаха, я дал обет Всевышнему Аллаху, Субхану Атали, во времена Джагилии сделать иотекав в мечети Харам. Обратите внимание, когда Умар ибн Хаттаб дал этот обет во времена Джагилии. Значит, во времена Джагилии ибар кулуфикум такое понятие, как иотекав. То есть иотекав, мы знаем, это во время Рамадана, прибытие последних 10 дней в мечети. Значит, иотекав во времена Джагилии был. И если Умар ибн Хаттаб сказал, я дал обет Аллаху Всевышнему сделать иотекав, даже такое поклонение, как иотекав, был во времена Джагилии ибар кулуфикум. Во времена Джагилии некоторые арабы даже молились, совершали молитву. Во времена Джагилии, баракулуфикум, арабы постились. Во времена Джагилии, все вы знаете, арабы делали хадж. Во времена Джагилии арабы поддерживали родственные связи. Во времена Джагилии арабы даже делали гусль, даже делали гусль баракулуфикум после Джанабы. Доводом тому является то, что когда Абу-Суфьян после битвы Охуд дал обет и сказал, дал обет Всевышнему Аллаху, то есть будучи мучеником, дал обет Всевышнему Аллаху, сказал, что я не буду делать гусль после совокупления с женой, пока еще раз не нападу на Мухаммад. Даже гусль в ар-Кулуфикум арабы делали. То есть если посмотреть все те поклонения, которые мы выполняем в наше время, если не все, то большинство из тех поклонений, которые мы делаем в наше время, арабы, мушрики делали до прихода Мухаммада саллаху алейхи ассалям. Тогда зачем же пришел пророк Мухаммад саллаху алейхи ассалям? Пророк Мухаммад саллаху алейхи ассалям пришел к Урешитам с одним словом. Поклоняйтесь только одному Аллаху. Курайшиты поклонялись Аллаху, но помимо этого поклонялись еще другим божествам, которые придумали они или их предки, будь это в виде духов, будь это в виде идолов, камней, будь это в виде деревьев и так далее и тому подобное. Джабир ибн Абдилля рассказывает о том, что однажды Курайшиты собрались еще в Мекке и сказали, этот человек, то есть Мухаммад салаллаху алейхи вассалям, разобщает нас, сеет между нами рознь и порочит нашу религию. Смотрите, Курайшиты назвали то, на чем они были, тоже религией. Многие мусульмане думают, что пророк Мухаммад салаллаху алейхи пришел к Курайшитам рассказать им о том, что есть Аллах. Нет, Курайшиты не то, что знали, что есть Аллах, как мы сказали, Курайшиты выполняли огромное множество видов поклонений, огромное множество, то есть очень много разных поклонений выполняли. Но помимо этого они еще делали какие-то поклонения, посвящали кому-то другим. И поэтому они сказали, и порочит нашу религию, и пусть тот, кто лучше всех из вас знает колдовство, предсказывание и поэзию отправится к нему и поговорит с ним, и мы посмотрим, что он ответит ему. То есть тут как бы версия у Курайшитов, но эта версия ложная была, потому что они в душе все прекрасно все знали и понимали. Но они как бы друг другу говорили о том, что нет, нет, этот Мухаммад, он просто колдун. Смотрите, он говорит, с человеком поговорит, и все, и человек на его сторону становится. Разве это не колдовство? Или же говорили точно так же, до этого был Муса, алей-иссалям, обвинен в колдовстве, когда фараон сказал про Мусу, алей-иссалям, обращаясь к колдовству. И это ваш самый главный колдун, который научил вас колдовству. И до сегодняшних дней, Баракулуфикум, мы слышим, что те, кто призывает к пути пророков, обвиняются в чем? В колдовстве. То есть до сегодняшних дней, тот, кто следует по пути пророка и призывает к единству Аллаху, поклонения, его тоже называют колдунами. Также его назвали предсказателем, также его называли поэтом. И поэтому они сказали, тот, кто из вас, из Курашитов, лучше всех знает поэзию, колдовство, предсказание, пускай пойдет и поговорит с Мухаммадом, салаллаху алей-иссалям. Люди тогда сказали, это может сделать только Удба в Нурабиа, один из Курашитов. Тогда они сказали, у Абу Алид, то есть Абу Алид это было Кунья, Удба в Нурабиа, тебе идти к нему. Когда Удба пришел к пророку, салаллаху алей-иссаляму, он сказал, смотрите вопросы какие. Мухаммад, ты лучший или твой отец, Абдулла? Пророк, салаллаху алей-иссаляму, промолчал. Тогда Удба продолжил, ты лучший или твой дед, Абдуль-Мутталиф? Посланник Аллаха, салаллаху алей-иссаляму, опять промолчал. Потом Удба продолжил, сказал, если ты считаешь, что они лучше тебя, то знай, что они тоже поклонялись богам, которых ты порочишь. А если же считаешь, что ты лучше них, то скажи, чтобы все мы услышали это. Почему? Потому что у курашитов было позорно, чтобы кто-то сказал, что я лучше, чем мой отец или мой дед. Клянусь Аллахом, мы не видели человека, продолжил Удба, который бы принес нашему народу вреда больше, чем сделал это ты. Ты разобщил нас, посеял между нами рознь, опорочил нашу религию, опозорил нас перед арабами. Они говорят о том, что среди курашитов появился колдун и предсказатель. Клянусь Аллахом, крика беременной женщины достаточно, чтобы все мы бросились друг на друга с мечом в руках и уничтожили друг друга. Послушай, если ты нуждающийся, то мы соберем и сделаем тебя самым богатым курашитом. Если ты испытываешь влечение к женщинам, то выбери из курашитов, кого пожелаешь. И мы, из курашитов, кого пожелаешь, и мы женим тебя на десятерых. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи ассалям, послушал и сказал, ты закончил? Вот бы ответил, да. Тогда пророк, салаллаху алейхи ассалям, и здесь нам урок, чем призывал пророк, салаллаху алейхи ассалям. Сказал, нет, я не такой, я здесь ни при чем, вы меня неправильно поняли. Начал доказывать свою правоту? То есть начал доказывать опровержение дел тому, в чем был обвинен? Нет, это не дело пророка. Пророк, чем ему ответил, сказал, бисмилляхи рахмани ррахим, хамим танзилю минаррахмани ррахим. То есть во имя Аллаха, милостиво-милосердного, хамим, это неспосланное милостиво-милосердным. Начал читать Кур'ан, китабом. Фуссилят аятову Кур'анан, арабиял ли ковми я'ламун, баширом ваназиром, фааарада аксарахум, фаум ла ясмаун. Вакалю кулюбу нафи акиннатим мимма тад'ууна илайхи вафи азанина вакх, ва минбайнина вабайника хиджаб, фаамал инна на амилюн. То есть поистине аяты, которого разъяснены языком арабского Кур'ана для тех, кто способен размышлять. Он, то есть пророк салаллаху алейхи ва салям, добрый вестник и увещеватель. Однако большая часть их не желает слушать его и говорит, наши сердца закрыты для того, к чему ты призываешь. Наши уши глухи к этому и между нами и тобой зависят. Занимайся своим делом и мы будем заниматься своим. И пророк салаллаху алейхи ва салям, продолжал читать аяты и суры фуссилят, пока не дошел до слов Всевышнего Аллаха. И если они внемлют, не внемлют, не обратят внимания, не прислушаются, то скажи, я предостерегаю вас от кары подобной той, что поразила народы ады и салям. Утба, когда услышал эти слова, начал кричать, хватит, хватит, у тебя нет ничего другого. То есть сказать мне нечего больше? Пророк салаллаху алейхи ва салям сказал нет. Тогда Утба встал, ушел и вернулся к Курасшитам. Они спросили его, ну как? Он ответил, я сказал ему все, что вы говорили. Курасшит и спросили, он что-нибудь ответил тебе? Утба сказал нет. Клянусь тем, кто воздвиг, то есть Кабу, клянусь тем, кто воздвиг Кабу. Утба, мужчина, чем клянется? Кем клянется? Аллахом клянется. Аллахом, субханалтаром, клянется. Я не понял ничего из того, смотрите, он сказал, клянусь тем, кто воздвиг Кабу. Я не понял ничего из того, что он сказал, кроме того, что он предостерегает нас от кары подобной той, той, что поразил народы ады и салям. Обратите внимание на слова Утбы. Утба кто был? По национальности. Араб. Пророк сказал ему на каком языке я читал Куран? На арабском. И Утба говорит, я не понял ничего из того, что он сказал мне. И в этом нам, братья, Баракулуфикум, великий урок. Несмотря на то, что Утба прекрасно знал арабский язык. Будучи Курасшитом, он не понял те аяты, которые прочитал ему пророк, салаллаху алейхи ассалям. И поэтому, если было бы достаточно просто знания арабского языка для того, чтобы понять истины, то не было бы смысла в ученых и не нуждались бы в разъяснении Курана и не нуждались бы в разъяснении Курана и Сунна Проксалсэм. В наше же время, мы просто немножко отойдем от тем, потому что важная тема, в наше же время люди попадают в Баракулуфикум в сети шайтана одним из двух путей. Первый человек тот, кто сам изучил арабский язык, думает, что все, владев арабским языком, он начал понимать Куран и Сунну. И говорит, я не нуждаюсь в ученых, зачем мне требовать знания от ученых. Мне достаточно того, что я буду читать сам по-арабски Куран, и буду сам читать по-арабски Бухари и Муслим, Абудавуд, Насай, и буду вам объяснять и рассказывать о религии Аллаху по Натали. Я уверен, что этот человек даже десятой части арабского языка не знает, не говоря уже, или даже сотой части не знает арабского языка, и с того арабского языка, который знал Узбавну Рабия. Но, несмотря на это, Узбав сказал, я ничего не понял. Сеть номер два в арабском языке, это то, что братья обольщаются теми братьями, которые в наше время выучили арабский язык. Кто-то из братьев выучил арабский язык и потом читает книги на арабском языке, никогда нигде не учился, читает на арабском языке книги и начинает рассказывать о религии Аллаху по Натали, люди из него делают звезду. Говорят, смотрите, Машаллах, шейх такой, шейх такой, а если вы спросите, а где ваш шейх учился? Почему-то люди вот этого понятия в бытовых, мирских делах, на это они почему-то не попадаются. Допустим, если кто-то скажет, мы знаем такого человека, который выучил латынь и взял книги по медицине и дома сам их изучил, идите к нему, лечитесь. Почему-то к нему никто лечиться не идет, а все говорят, подожди, а где он учился? А в каком он методе в университете учился? А у кого он практиковался? А в какой больнице он работал перед тем, как идти к нему лечиться, так или не так? А почему-то в религии, а религия Баракулуфикума, медицина, это лечит твое сердце, твое тело, твое печень, твои почки только в этой жизни. А религия Баракулуфикума, это то, что лечит тебя как в этой, так и в той жизни Баракулуфикума. И поэтому мы не должны обольщаться теми людьми, которые, выучив арабский язык, начали преподавать, рассказывать о религии Аллаху Смана Таля, только опираясь на свои знания арабского языка. И поэтому, если бы просто знания арабского языка было бы достаточно, то те, кто его знает, читая и слыша истину, принимали бы и соглашались бы с ней. Главное, Баракулуфикум в Куране и Сунне, это правильное понимание, которое Аллах Смана Таля дарует только искренним своим рабам, стремящимся к этому, и к тем рабам, которые берут для этого причины, то есть берут знания от ученых. Вернемся к истории отбывного вида. Вернемся к истории отбывного вида.